Нефтедобыча, геологоразведка и развитие сети зарядных станций для электромобилей с докладом у президента сегодня глава Беларусьнефти Александр Ляхов и председатель Совета Республики Наталья Качанова. В этом году производственному объединению исполнилось 55 и за это время оно прошло большой путь трансформации. Сегодня предприятие крупнейший продавец нефтепродуктов в стране с долей рынка порядка 70%. Работают наши специалисты за рубежом. К примеру, в Западной Сибири ведется добыча нефти и газа, которая уже достигла полтора миллиона тонн нефтяного эквивалента. В этой части разговора президент в преддверии встречи с российским лидером ждет вопросов и предложений от руководителя Беларусьнефти по дальнейшему сотрудничеству в нефтяной сфере. Что касается в целом работы структуры, то Александр Лукашенко сразу обозначит, что больших претензий нет. Единственное нацеливает увеличить добычу беларусской нефти. Так в свое время страна выкачивала из недр до 8 миллионов тонн в год. Печальный момент в работе компании, я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси, мы в свое время, до нас с вами еще, и до Натальи Ивановны, добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего нашего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Меня очень интересует и волнует проблема все-таки вот этого припятского, припятской впадины или прогиба, кто как его называет. Внутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Поэтому, если вы изучали эту проблему, если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать, но так, чтобы мы нарастили добычу нефти, ну, при нашей с вами жизни, хотя бы 3-3,5 миллиона тонн. В этом году специалисты ставят себе план, куда быть как минимум 1 миллион 730 тысяч тонн сырья. Известные белорусские месторождения расположены у городов Речица, Светлогорск, поселка Октябрьский. В последние годы во внимание специалистов Хойникский район. Там добыча уже достигла практически 70 тысяч тонн нефти. Но здесь важно не забывать, что раз плодородные земли приносят с ценным сырьем, и предприятие, очевидно, получает выгоду от работы на конкретной территории, то логично, что и регион должен получать что-то от этого. Глава государства нацеливает руководителя Беларуснефти на социальную работу. Вот открываю в Петрикове новое месторождение. Я и раньше там бываю ставил им задачу, чтобы они вокруг себя, это все-таки небедное предприятие, привели в порядок территорию, земли, деревни и сам Петриков. Не все еще, конечно, сделано, но в Петриков приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития. Потом Славкали строит месторождение возле Любани, да? И поставлена задача, несмотря на то, что это частник, чтобы он тоже Любань привел в порядок, и все вокруг построит, будет этим заниматься. Но по Беларуськалию, самой компании, я уже не говорю, потому что они город построили, Солигорский, много помогают селу. Иван Иванович Головатый молодец в этом плане. Ну, конечно, и вам, поскольку вы расположены в Гомельской области, в основном, а это одна из беднейших областей в связи с тем, что и Чернобыль там напугал людей сильно. Подумайте, как вы там приложите свои усилия, чтобы помочь этой области. Ну, хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете, но вы понимаете, это бедная территория. От сельского хозяйства особо богатым не будешь. Но делают они великое дело, поэтому, конечно, надо им и помогать. Взошел разговор на встрече о расширении сети зарядных станций для электромобилей. Очевидно, за таким видом транспорта будущее. Президент поставил задачу активнее разворачивать в этом направлении работу. На сегодняшний день сеть электрозаправок Беларусьнефти насчитывает 457 единиц. До конца года мы планируем выйти на рубеж 600 электрозаправочных станций. Это вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. И я думаю, что это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу. Кроме того, в будущем Беларусьнефть планирует строить быстрые зарядные комплексы, которые позволят за короткое время заправлять автомобиль.